Осуществляется переезд, переселение трудовых ресурсов по заявке работодателей. Есть здесь два компонента. Первый – это из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом, в те населенные пункты с высоким экономическим потенциалом. Дело в том, что сегодня в стране порядка 6 тысяч насельских населенных пунктов и около 5-6% относятся к так называемым депрессивным. Понятно, что люди должны быть обеспечены определенными гарантиями. Это чистая вода, питьевая, доступ к образованию, здравоохранению. В этом смысле строить больницы не совсем рационально, строить инфраструктуру, социальную развивать. Поэтому более целесообразно переселять. Поэтому в рамках дорожной карты занятости такой компонент реализуется. За время реализации с 2011 года переселено 16 тысяч и 1 десятых человек. Из них 7 и 8 тысяч являются трудоспособными. Они сегодня практически все трудоустроены, но мы пошли дальше. Сегодня у нас в стране, вы знаете, есть региональный дисбаланс между областями. Север, юг есть так называемые регионы трудоизбыточные. Поэтому посчитали при сохранении тех тенденций на рынке труда, которые сохраняются. К 2050 году, допустим, население южных регионов, оно на порядка 5 миллионов увеличится. При этом в северных регионах, наоборот, почти на миллион уменьшится. Таким образом, чтобы и снизить напряжение, и обеспечить определенный рост темпом экономики. В северных регионах, там есть соответствующая инфраструктура, мы начали реализовать компонент по переселению из трудоизбыточных регионов. В так называемой трудонедостаточной, в основном, это северные регионы. Продолжение следует...